Приветствую вас! И ситуацию, конечно, нужно прорабатывать. Прорабатывать нужно в нескольких направлениях. Во-первых, для начала отвечу на ваши вопросы, которые вы задаёте. Зашвы пишут, как мне начать жить, если я испытываю отношения к жизни и к окружающим? В первую очередь, здесь не совсем понятно, почему вы испытываете отношения к окружающим. Я объясню, почему непонятно. Дело в том, что вы пишете, что мужчина привил к вам вот это вот недовольство своим образом жизни. Вашим образом жизни. Благодаря ему вы поняли, что Лиле неправильно. И думали так до тех пор, пока он не начал проявлять себя в негативных странах. Поскольку вы понимаете, что его поведение эгоистично, по большей части. Логично предположить, что именно оно, то есть эгоизм, является первопричиной того, что мужчина прививал вам отвращение к вашей прошлой жизни. Потому что это было в его интересах. Но на самом деле вы жили абсолютно нормально. Целиком и полностью. Естественно так, как и положено в вашем возрасте. Соответственно тут нужно прислушиваться к своим переживаниям. К своим личным ощущениям. Личным стремлениям научиться им доверять. Это первое. Второе. Значит, как мне начать жить, если я... Так, я... Как мне, значит, поступить в данной ситуации, спрашиваете вы. Смотрите, какая получается вещь. Мужчина полностью показал вам, чтобы практически вас использовал. И держаться за него вот в данной ситуации не стоит. Ориентироваться на него также не нужно. Но! Вы сказали, что у вас есть любовная зависимость. И вот она, эта самая любовная зависимость, имеет под собой причины. Она имеет под собой те же причины, что и ваше согласие на ограничение вашим мужчиной Вашей жизни. Вот вы согласились на высокоэтические принципы, как я написал. Вы согласились на то, что ради мужчины вы почерпствуете там вот своими друзьями всем. Вопрос. Почему вы так поступили? Вопрос. Ведь, ну, не станет человек уверенный в себе, любящий и так далее. Другого человека всего лишат. Это противоречит изначальной идее, цель любви. Сделать человека счастливее. Но, скажет вопрос. Почему вы на это согласились? Вы, может быть, боялись его потерять. Может быть, вы были так восхищены, что для него готовы на все. И так далее. Он вам что-то давал такое, что мы нуждаем. И это не могли дать друзья. Это не могли дать вам гуляния, бензель и прочее. И это, как ни странно, не то, что касается личных отношений вообще. Это лично ваше. Социальное. Ваше лично, индивидуальное. Что это нужно понять? Понять, что давал вам этот мужчина. Что он вам давал. Что вы получали от него. Для того, чтобы этого добиваться самостоятельно. Тогда зависимости у вас от него не будет никак. Абсолютно. Работа зависимости всегда по древности. В чем? И по древности в чем-то через мужчину. Через человека. По древности человека и... Потребность через человека и растая зависимость. А отношения полноправные, равноценные, независимые, они не подразумевают удовлетворение каких-то своих потребностей через человека. Они подразумевают акт воли. То есть человек вступает в отношения, как бы опосредуя в этом поступке свое волеизъявление. Вот и нужно понять, что мужчина вам давал. Чтобы это получить самостоятельно, получать самостоятельно и таким образом избавившись от зависимости от него. Следующее, вам необходимо, естественно, повышать свою самооценку. Естественно, добиваться каких-то своих собственных личных целей. Для того, чтобы ситуация с мужчиной больше не повторяла с вами никогда. Чтобы вы понимали, что если человек требует вот таких вот ограничений, то это означает, что он вас не любит. Ну, наверное, все, потому что новую жизнь вам не построить. Здесь я соглашусь со Светланой. Дело в том, что вам придется не восстанавливать свои дружеские отношения, потому что они и детские были. А детские отношения восстановить слабо, вероятно, представляется. Вам нужно в первую очередь сделать что? Начать реализовывать свои интересы. Заниматься чем-то, может быть учиться и так далее. И там найдете себе новых знакомых, новых друзей, новое общество. И в нем, в этом новом обществе, уже строить отношения. Дружеские, личные, какие угодно. Но только с поправкой на тот опыт, который вы получили. А любовную зависимость нужно убирать. Что касается ненавистики к тому, что вы делали раньше, что вы решили. Теперь нужно сказать так, что мы в молодости совершаем такие поступки, такие действия, о которых потом обязательно конечно же жалеем. Такова природа человека. И не нужно думать, что вы единственные. Есть хорошая поговорка. Тадо. Тот, кто в молодости не любил, тот не имел сердца. Очень хорошая поговорка отложает, что в молодости человек должен делать то, что он делает. Так он познает свои возможности. Так он познает свои границы, свою цену и так далее. Поэтому скорить себя за то, что вы делали в молодости не стоит. Опыт извлечь обязательно. И то, что вы сейчас, повторюсь, самостоятельно считаете неприемлемым для себя не делать. А вот то, что является именно мнением вашего мужчины бывшего, это нужно игнорировать. И игнорировать через достижение в первую очередь того, что является причиной вашей зависимости от него. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в Личко. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Подписывайтесь на мой канал. bolurg. Обyers депоед rubber воли Послаб Jiechi с филисьzi в глазами. Подписывайтесь на мой канал. Об הר cow гусٹ application работали. Подписывайтесь на мой канал. С calderologie стволика та же так же. Так посмотрите, скажите на мой канал. Так что прос dinaming. Продолжение следует...